здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов я эрик эльман в студии со мной комментатор давид шехтов здравствуй давид поговорим сегодня на такую интересную специфическую израильскую тему свобода слова в израиле в отличие от скажем соединенных штатов где свобода слова гарантирована поправка конституции в израиле закона о свободе слова нет есть ряд постановлений верховного суда израильского которые в общем-то обеспечили параметры свободы слова однако раз за разом выясняется что границы этой самой свободы слова у нас понимают по-разному когда это свобода слова слева и когда это свобода слова справа так например скажем в ходе размежевания в секторе газа и движение шалома шаф могло раз посмело распространять лозунги наклейки которые в общем-то сравнивали жителей еврейских жителей сектора газа с человеческими экскрементами в не входе недавнего собрания левых активистов в тель-авиве адвокат алия сасон бывшая сотрудница израильского министерства юстиции составитель знаменитого отчета о нелегальности ряда израильских поселений на территориях потребовала вести агитацию с целью объяснить израильскому населению что поселение это рак но когда депутат кнестат партии ликут мир и региев сравнила с раком распространение нелегальной иммиграции в израиле и тут же заклейнили а в интернете появились плакаты на которых лицо мир и региев было представлено фотографии одного из нацистских деятелей германии 30-х годов давид скажи мне это кажется или у нас на самом деле есть в вопросе свободы слова как у орвелла есть такие которые равны а эти которые ровнее левым можно больше право можно меньше а по поводу мире я потом скажу я просто был на этом самом сборище левых я пошел посмотреть мне было очень интересно что там они такое быть я очень рад что этом побывал потому что такого действительно не увидишь не услышишь и в прессу это не попало то есть с одной стороны они все в общем-то пришли к верному вы выводу все там куриши что народ израиля от них отвернулся что и левая идеология сегодня никого не интересует она потерпела нет нет она потерпела полный провал и что в ближайшем обозримом будущем нет никаких шансов что левая партия а там кстати были всякие разные все там были весь спектр начиная от загавы гальон кончая там банахистами которые убили на там всякие разные устраивают демонстрации то и и в том числе и бужи герцог от партии а вода то есть весь спектр лево от лево центра до крайних до крайних левых за исключением одного лидера номинального левого это конечно представить партия в адаши или их ему не хватило мозгов туда не пойти и очень правильно сделала потому что после этого анализа здравого и нормальную они пришли к выводам и что они стали говорить они стали гуи так что поселение это ужасно оккупация это плохо но если еврейский народ нас тут не слушает мы должны продолжить борьбу все равно нужно пойти в европу нужно натравить европейские страны на израиль надо затаскать израиль по судам гаагскому суду другим судам и вот тогда они поймут я сидел все это слушал ну и конечно же надо для этого убедить европу и вообще окружающими что израиль это страна наступающего фашизма расизма и милитаризм это само собой подразумевается я сидел и слушал и думал если это был бы поверен от товарища сталина таких людей даже в сибирь бы не отправили по там бы шлепнули бы за измену в этом зале но слава богу мы не не у нас товарища сталина мы в демократическом государстве и понятно что никто ничего не сделал у нас свобода слова извини но я должен тебя перебить в независимости от сталина и того чтобы сделал он для тебя то что там говорилось звучало как измена родине в определенной степени да безусловно и что поэтому мы должны делать за свободу слова надо платить по стамы я не призываю никого арестовывать или наказывать но мы должны сделать вывод и собственно еврейский надо сделал ты вот по отношению к этим партиям по отношению к этим купировкам к этим организациям бцелям и остальные и мы видим что они ведь первую часть своего анализа привели верно от них все отвернулись они всем показали свое истинное лицо кто они такие поэтому в израиле на них просто не обращают внимание то чем они занимаются это оплаченные европейскими деньгами провокации на это тебе возразят представители левого крыла и скажут тебе следующее давид мы наиболее трезвый из них мы не отрицаем что среди нас есть экстремисты которые говорят и делают вещи которые нам не нравятся но тем не менее ты должен признать что с нашей стороны этот экстремизм ограничивается словами плакатами может быть уродливыми их демонстрациями с правой стороны экстремизм заканчивается насилием то есть мы можем назвать даже не считая убийство арабина целый ряд терактов против арабов в израиле и на территории которые были все это дело совершены представителями правого лагеря очень трудно вспомнить пример когда представитель израильского левого лагеря совершал теракт и вот тут я хочу вернуться к мире региев как раз прекрасная иллюстрация именно этого потому что вспомни что что было с портретом портретом рабина когда его портрет в виде офицера эсэс голову прилепили к туловищу одетому форму офицера эсэс платный агент шабака а вишай жавив принес на демонстрацию на площади циона и это тут же все камеры показали и потом когда убили рабина то крик стоял такой что вот это из-за из-за этого что этот вот самый плакат он был одним из факторов одним из причин убийства рабина что сделали с мире регио сделали по существу то же самое причем давайте не сравнивать как бы то что сделал рамки что сделано мере она в конечном счете неудачную фразу произнесла она сравнила эти вот нелегалов с рудаковыми увидели эту же фразу отличие от этой неудачной фразы рабин провел действие он привел с собой банду убийц банду бандитов десятки тысяч бандитов данным здесь землю данность государства даем деньги оружие и легальными все вещи поступал в рамках мандата который он получил на выбор он не получил комната я прекрасно помню пропагандистскую компанию рабина наделся в 90-м году грамм говорил лёс мольки цени в лёй аминки цени мы будем за него то есть не крайне правы но он обещал ввести палестинскую автономию именно это он и сделал он сделал он сделал самостоятельное правительское государство де-факто приведя сюда собой сюда приведя десятки тысяч бандитов с автоматами дал им в руки раздачи его плакатов но в данном случае форме нацистского офицера была самая провокация конечно отношения к политике конечно обвинили правых в том что значит таких плакатов привело к действию к действию к убийству сегодня то же самое ведь вся левая наша пресса промолчала замолчала всю эту историю смирили это не там прошло под сурдинку на задних последних страничках никто внимания не обрекли то же самое по существу она подлащает суд тоже об этом не особо и пишут поэтому я могу сказать и здесь тоже это действие это призыв к убийству скажи тебе скажи тебе редактор поэтому это средства массовой информации давид мы сделали наши выводы из истории с рабиным и обещаем этим плакатом может быть если бы мы не показывали бы его он не имел бы того эффекта в данном случае показывая всем этот плакат распространяя его где попало мы только помогаем развитию экстремизма скажем в том лагере который плакат начал распространять чем меньше он заметен тем лучше не они должны были это показать и осудить это несом это и осудили то есть к чему все так что есть действительно ты прав есть те которые равны а те которые ты мне к сожалению все это идет еще с тех пор когда у власти находился бен курион который строил совершенно четко государства соответствии тут то с нами тот с нами тут они с нами тут противно когда он не позволял попасть на работу никому из дивизионистов они по существу мыкали тыкались они не могли устроиться на работу даже эльдат блестящий философ специалист по нитше не мог найти работу как в качестве лектора в институте работал просто в школе когда бенциона на танягу блестящего историка вытеснили из израиля а что говорить о тех временах я вспомню сейчас у меня был покойный друг блестящий журналист уридан которого по существу выдавили из израиля который был правым журналистом не скрывавшим своих взглядов его отсюда вычислили он последние годы жизни писал для в вашингтон таймс для нью-йорк пост для заграничных из 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 изданий почему за правые взгляды поскольку тот то не с нами тот против нас и бранжа не пускает спасибо давид на самом деле было бы очень здорово если нынешняя правая национальная как принято говорить коалиция воспользоваться своим подавляющим большинством в красите это чтобы провести наконец основной закон о свободе слова по американской модели который гарантирует всем равные права быть услышанными я хочу добавить одну фразу что в этой ситуации сейчас сложилось без израиля внимания степени виноваты и сами правы поскольку они должны были заботиться о своих средствах массовой информации пробивать своих журналистов они этого не делали не делали кушайте эту ситуацию вне всякого сомнения это была программа разбор полетов на канале и тун тв и оставайтесь с нами